Как сделать самому святую воду? Это возможно. Есть несколько вариантов. Слушайте меня внимательно. Поскольку действительно не у всех есть доступ к святой воде, тем более там карантины и так далее, значит, что вам нужно сделать? Между 6 и 7 часами утра, то есть самым ранним утром, наполните большую емкость, можете вот эти наши трех-пятилитровые банки, которые мы покупаем с водой, первой воды из-под крана, ну, поскольку мы живем в городах, если вы живете в деревне, вы живете где-то за городом, тем лучше, значит, либо это источник у вас, там может быть колодец, либо там родник, я не знаю, да, ну, в общем, из какого-то источника нужно взять эту воду. Умываться этой водой нельзя, то есть она должна быть, вот вы первый раз открыли кран, и вот вы наливаете эту воду, да, то есть, понимаете, это важно. Еще раз, вода набирается с 6 до 7 часов утра. Первое, что вы делаете, способ первый, положите туда какой-либо серебряный предмет. Ну, я думаю, что в любом доме найдется серебряный предмет, либо серебряная вещь, либо какое-то кольцо, серебряная монета можно положить, да, у меня, например, есть серебряный стаканчик, мне хороший человек подарил, можете положить туда серебряный стакан, пожалуйста. Через буквально полчаса ваша святая вода готова. Да, и предмет серебряный вы оставляете в этой воде до полного использования этой святой воды. Это первый вариант. Второй вариант. Второй вариант. Над поверхностью воды вы три раза читаете молитву Отче наш. Но еще раз говорю, что если вы, допустим, из Казахстана, то вам просто лучше положить серебряную монету. Также еще один вариант. Вы можете почитать молитву Святому Духу над водой. Это вот такая молитва. Найдите в интернете. Вот эту молитву можете прочитать три раза, и эта вода у вас станет святой водой. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь прямо сейчас, сделайте очень важный шаг. Переходите по ссылке в описании под этим видео, потому что успех следует только за действием.